Привет! Морякам разрешили выезд из Украины. Кабмин опубликовал постанову 992, которой вносятся изменения в правила пересечения государственной границы. И в этой постанове устанавливаются правила выезда моряками из Украины во время мобилизации. Постанова устанавливает как перечень лиц, которые могут выезжать, так и перечень документов, которые необходимы для того, чтобы эти лица могли выехать. Собственно говоря, с этими вопросами мы сейчас и разберемся, и выясним, кто может выезжать из Украины во время мобилизации, и какие нужны документы. Итак, первая категория лиц, которые могут выехать, это курсанты учебных заведений. Для того, чтобы им выехать, у них должны быть следующие документы. Удостоверение личности моряка. Второе. Справка от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским либо иностранным флагом. Обратите внимание, здесь речь идет не о работе на судне, а о прохождении практики на судне. И третий документ, который они должны предоставить, это военные учетные документы. То есть это может быть, соответственно, военный билет, приписное удостоверение и, скорее всего, будут выдавать справку, справку разрешения на выезд. При этом, пока мы еще не понимаем, как они это будут делать, потому что правила не регулируют этот вопрос. В правилах лишь указано, что у этих людей, у курсантов должно быть разрешение начальника ТЦК и СП на смену места проживания. Будут ли они давать это отдельной справкой, либо будут вносить отметку, пока непонятно еще. Будем, как говорится, посмотреть. Идем далее. Причем, обращаю ваше внимание, что для того, чтобы получить вот эти военно-учетные документы, у курсанта есть 7 дней на то, чтобы обратиться в военкомат за получением этих документов. 7-дневный срок отчитывается от даты выдачи справки от вашего учебного заведения о направлении вас на прохождение практику. То есть обратите внимание, еще раз, вам дали справку о направлении на практику. После этого в течение 7 дней вы обязаны обратиться в ТЦК и СП для того, чтобы получить разрешение на выезд. Идем дальше. Вторая категория лиц, которые имеют право на выезд из Украины. Это лица, следующие для работы на судах в составе экипажей этих судов. Причем, эти суда могут осуществлять рейсы как в, так и из морских портов Украины. И при этом лица, которые хотят выехать, должны были получить соответствующее образование и квалификацию до 24 февраля 2022 года. Также разрешается это и выпускникам учебных заведений, которые завершили обучение в период военного положения. Кому же не разрешается? Соответственно, тем лицам, которые получили квалификацию после 24 февраля. Что нужно этим людям для того, чтобы выехать из Украины? Нужны следующие документы. Удостоверение личности моряка. Это первое. Второе. Судовая роль или список лиц судового экипажа, так называемый crew list. Также им нужно подтверждение от администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов. Для того, чтобы получить это подтверждение, вы должны отправить в администрацию судоходства документы о своем образовании и квалификации. И администрация должна в течение двух дней дать вам это подтверждение. Порядок направления этих документов на сегодняшний день правилами пересечения границы не установлен. Соответственно, друзья, здесь вам нужно будет обратиться предварительно в администрацию судоходства и уточнить, каким образом они хотят получить эти документы. Ну, я думаю, что здесь варианта два. Либо это должна быть нотариально заверенная копия документов, которую вы отправите по почте, либо же, возможно, это могут быть электронные копии документов с вашей электронной подписью. И, в принципе, если такие документы вы отправите, соответственно, по электронке, то администрация судоходства может проверить их достоверность и выдать вам соответствующее подтверждение. Причем, как будут выдавать это подтверждение, тоже не совсем понятно. Но по косвенным признакам мы можем понять, что поскольку в правилах пересечения границы указано, что вот это подтверждение администрации о том, что они получили копии ваших документов о образовании и квалификации могут быть подписаны электронной подписью, соответственно, электронной подписью администрации, то, вероятно, эти документы могут рассматриваться даже в электронном виде. И, соответственно, получить вы их тоже можете в электронном виде. При этом, обратите внимание, что лица, которые следуют для работы на судах в составе экипажей, для них не требуется разрешение на выезд от ТЦК и ЕСП. Такой документ вам предоставлять не нужно. То есть, если вы являетесь членом экипажа, то получать разрешение от военкомата на выезд вам не нужно. Третья категория называется так. Лица, следующие для работы на морских судах, судах внутреннего плавания, в составе экипажей таких судов и получивших соответствующее образование и квалификацию до 24 февраля 2022 года, и выпускники учебных заведений, которые завершили обучение в период военного положения. Здесь, конечно, вы можете сказать, стоп, а в чем же разница второй категории моряков и третьей категории? Какая же разница? Друзья, вторая категория это те моряки, которые входят в состав экипажей судов, которые следуют в Украину или из Украины. И у них, как мы видим в итоге, поскольку здесь заинтересовано само государство в этих людях, потому что они, соответственно, обеспечивают доставку грузов в Украину либо из Украины, государство, соответственно, устанавливает упрощенный порядок, не нужно разрешение от военкомата. Третья категория моряков это те моряки, которые находятся в составе экипажей судов, которые ходят где-то там далеко, и они не идут ни в Украину, ни из Украины, никак не связаны, соответственно, с Украиной. Так вот, если вы относитесь к третьей категории, то вам для того, чтобы выехать из Украины на сегодняшний день, нужно первое – удостоверение личности моряка. Второе – подтверждение от администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов. То же самое – направляем документы в администрацию, предварительно звоним туда, чтобы выяснить все-таки, в каком виде им лучше направить ваши документы. В течение двух дней они вам должны прислать подтверждение это. Также вам нужно военно-учетные документы с отметкой о разрешении на выезд, сделанной, соответственно, в ТЦК и СП в военкомате. То есть, эта категория лиц, она может выехать только через военкомат, только через ТЦК и СП. При этом, обратите внимание, что вы должны обратиться в ТЦК и СП только лишь после того, как вам администрация судоходства даст подтверждение о том, что она получила ваши копии образовательных и квалификационных документов. То есть, сначала вы отправляете документы в администрацию, получаете подтверждение оттуда, а потом уже с этим подтверждением вы идете в военкомат. Причем должны это сделать, запомните, в течение семи дней после получения подтверждения идете в военкомат, и военкомат вам должен выдать разрешение на выезд. Причем, конечно, вот я сказал, должен выдать, но на самом деле вопрос, а должен ли? То есть, всегда у нас остается шанс, что они этого не сделают, потому что на самом деле ни один закон не обязывает их это сделать. Вероятно, также вас направят на ВЛК, на медкомиссию. Если вы давно не были в военкомате, то, скорее всего, вам еще и придется, возможно, заплатить и штрафы за это. Так что будьте к этому готовы. Также для выезда, кроме вышеперечисленных документов, нужен еще трудовой договор, контракт для работы на морском судне, судне внутреннего плавания, либо письмо от судовладельца, оператора судна о намерении заключить с гражданином Украины трудовой договор, контракт для работы на морском судне, судне внутреннего плавания. Обратите на это внимание. И есть у меня подозрение, что вот этот трудовой договор, либо письмо от судовладельца о том, что он планирует заключить с вами контракт, будут требовать уже в военкомате. Поэтому постарайтесь получить это заранее. На этом все в части документов. Вот мы разобрались с тем, кто и какие документы должен предоставить для того, чтобы выехать из Украины во время военного положения и мобилизации. При этом обратите внимание, что правила пересечения государственной границы указывают, что лица, которые выйдут из Украины как моряки, они могут пребывать за территорией Украины только лишь в тот период, в который действует трудовой договор, либо, соответственно, практика. Как только это заканчивается, вы должны явиться в Украину. Конечно же, у вас возникнет вопрос, а что если нет? Что будет, если я не вернусь? Этот вопрос на сегодня открытый. Как вы понимаете, никакой практики еще нет. Я имею в виду, в первую очередь, судебную практику, поскольку еще не было никогда в истории Украины такой проблемы. Но, на мой взгляд, вас привлечь к уголовной ответственности, либо к административной ответственности, просто не за что. Но это мое мнение. Оно может отличаться, как вы понимаете, от мнения государства. Государство может решить иначе и придумать какую-нибудь ответственность. Поэтому, друзья, подписываемся на мой канал. Я буду следить в любом случае за этим вопросом. Если какая-то ответственность появится, если появятся какие-то новости, какие-то изменения в этом вопросе, я, безусловно, буду вам сообщать. Если вы считаете, что данное видео было полезно вам, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. И, конечно же, все-таки подпишитесь на мой канал. Также вы можете задонатить на карту, которая есть в описании, если считаете, что эта информация была вам полезна. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!